Международный лингвистический саммит. Приём, который я использую на уроке, он помогает детям понять, о чём мы говорим, да, заинтересовать, и, соответственно, они предмет уже лучше знают. Мама, я в телевизоре. Люблей университетского телевидения. Блогера в Казанском федеральном. Флагман высшего образования Татарстана. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Ильвина Габдрахманова. В Казанском федеральном университете стартовал лингвометодический фестиваль «Языковые тренды и методические инновации». Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета в рамках Международного лингвистического саммита стартовал фестиваль для учителей и преподавателей русского, татарского и иностранных языков. В саммите приняли участие руководители системы образования, ведущие ученые-методисты, учителя-новаторы и различные учительские ассоциации и объединения. Изучение русского языка именно в данной геополитической обстановке является фактически задачей национальной безопасности. То есть это и одновременно сплочение людей, и, безусловно, это установление контактов новых, дружественных и, безусловно, восстановление утраченных связей. Лингвометодический фестиваль учителей продлится три дня, и каждый из этих дней распределен по предметам. Русский язык и литература, иностранный язык, родной татарский язык. Спикерами мероприятий являются действующие специалисты в сфере образования. Прием, который я использую на уроке, он помогает детям понять, о чем мы говорим, заинтересовать, и, соответственно, они предмет уже лучше знают. На мероприятии выступали представители 22 регионов Российской Федерации, а также специалисты из зарубежных стран – Республики Казахстан, Киргизии и Узбекистана. Спикеры поделились личным опытом по инновационным методам изучения языков. Полина Корниченко, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет празднует десятилетие своего телеканала «Универ ТВ». В честь значимой даты в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации стартовала программа, в которую вошли лекции, мастер-классы и творческие встречи. Сюжет Аделины Абдрахмановой. 17 ноября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Института социально-философских наук и массовых коммуникаций состоялось масштабное мероприятие, приуроченное к 45-летию университетского телевидения и десятилетию телеканала «Универ ТВ». Открыла программу ток-шоу «Как превратить любительский студенческий контент в профессиональный медиапродукт». В качестве участников в студии присутствовали руководители медиа-центров Институтов Казанского федерального университета. В ходе беседы гости рассказали о своих творческих проектах, поделились секретами и тонкостями рабочего процесса. Участники смогли пообщаться с заместителем исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения Сергеем Кощенчуком, а также с Дмитрием Тамкевичем, возглавляющим образовательный проект «Слово за нами» от Лиги студентов. Затем в Шуруме прошел мастер-класс «Язык тела. Я вижу, о чем вы думаете». Спикером выступил Айрат Гарифуллин, тренер по невербалике и профайлингу. Он рассказал о том, насколько важно знание языка тела. После мозгового штурма для участников программы выступила музыкальная группа «Живаго». Затем гости мероприятия смогли посетить мастер-класс Александра Костриченко, продюсера и директора проекта на телеканалах РЕН-ТВ, ТВ3 и ЧЕМ. Я видел отклик и то, что в глазах у людей была заинтересованность, тема была интересной. И надеюсь, что они дальше самостоятельно уже посмотрят информацию, какое-то видео, может быть, посмотрят по невербалике. Думаю, что какое-то зерно я заложил у них, что им будет это интересно изучить эту тему более подробно, более детально. Впечатления исключительно приятные. Я был удивлен даже количеству народа, которое пришло. Видно, что это интересно, видно, что ребята слушали, что им нравится. Им нравится то, на что они учатся, то, где они учатся. И у меня, конечно же, большие впечатления от того, какое оснащение есть у них, на чем они могут работать, какая техника современная, из того, что может быть самая лучшая. И у них горят глаза. Позднее заместитель руководителя Татмеди Эдуард Хайрулин в рамках своего мастер-класса посвятил гостей праздника в тонкости внутренней кухни-видеохолдинга. Прекрасные девушки у вас учатся. Надеюсь, они дойдут до конца, станут журналистами, пополнят наши ряды, потому что умные и красивые нужны всегда. Судя по тому, что практически каждый задал вопрос, значит, что-то мы затронули, что-то мы разбудили, заинтересовали. Поэтому мне нравится, когда диалог. Я не на все вопросы могу ответить, но стараюсь. Мероприятие, посвященное дню рождения университетского телевидения Казанского университета, продолжится 18 ноября. Лекции, мастер-классы и творческие встречи будут проходить с 8.30 до 15.10. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Фаридзахи Туглы, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете прошла встреча с блогерами Татарстана. Об экскурсии и впечатлениях гостей в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялся блок-тур по музею истории. Экскурсия для популярных блогеров в Казани. Мероприятие приурочено к 218-летию Казанского университета. Блогеры прикоснулись к реликвиям университетской истории. Экспозиция музея, насчитывающая свыше полутора тысяч экспонатов, знакомит посетителей с 200-летней историей университета. Естественно, это просто история, такая незыблемая, уже многолетняя. Поэтому сюда стоит обязательно приходить. Вот в этом как раз зале мне просто нравится роспись и то, как я себя здесь чувствую. То есть экспонатов просто множество. И каждый по-своему рассказывает о других музеях. Он еще погружает и в информацию о других музеях. Поэтому просто очень люблю музей истории. Отметим, что экскурсия позволила не только познакомить столичных блогеров с многолетней историей вуза, но и окунуться в теплые воспоминания студенческих лет. В заключение блогерам вручили памятные подарки от Казанского университета – толстовки и поясные сумки. Напомним, это не первый блок-тур по КФУ. Ранее аналогичное мероприятие состоялось в лабораториях Института фундаментальной медицины и биологии. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Одному из старейших вузов России Казанскому федеральному университету 218 лет. Об истории становления и успехов флагманов всего высшего образования Татарстана – далее в сюжете. 18 ноября одному из старейших вузов России исполняется 218 лет. За свою более чем двухвековую историю Казанский университет пережил немало потрясений. Менялись эпохи, а с ними и название вуза на фасаде белоснежного здания с колоннами. Сегодня сложно представить, что когда-то Казанский университет располагался лишь в одном здании. В 1804 году Александр I подписал утвердительную грамоту об основании Казанского императорского университета и его устав. Первоначально университет разместился в здании Казанской императорской гимназии. В 20-х годах XIX века архитектор Петр Пятницкий возвел главный корпус, классический фасад которого сохранился до наших дней. В то время университет, создавая вокруг себя культурное поле, своей многогранной деятельностью способствовал формированию просвещенной творческой личности, а также складыванию социальной структуры, которая отвечала потребностям развивающегося общества. Так случилось и с Казанью. Город, его облик стали меняться под деятельным воздействием университета. Николай Иванович Лобачевский, возглавлявший Казанский университет с 1827 по 1846 год, сформулировал целую программу деятельности и развития университета как центра науки, педагогической мысли и культуры. Наследие Лобачевского всерьез заложил основания тех традиций, которые неизменно развивались в Казанском университете и осознавались сменяющими друг друга поколениями людей именно в качестве продолжения его дела. Императорский период Казанского университета был закончен Февральской революцией и Гражданской войной, которые нанесли серьезный урон его деятельности. С лета 1918 года Казань покинула большая часть жителей, в том числе многие студенты и преподаватели университета. В тот же год Императорский Казанский университет был преобразован в Казанский государственный университет, а после смерти Владимира Ильича Ленина постановлением Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик ВОЗ был назван в его честь – КГУ имени Ульянова Ленина. С того момента прошло немало лет, сменилась эпоха, но одно осталось неизменным – мудрый подход к учебному процессу и воспитанию молодого поколения. В 2009 году распоряжением правительства Российской Федерации было создано Федеральное государственно-автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский федеральный университет. А 9 апреля 2010 года распоряжением правительства Российской Федерации Ильшат Гафоров был назначен ректором Казанского университета. С легкой руки бывшего ректора ВОЗ заиграл новыми яркими красками. В 2021 году программа развития университета вышла на новый уровень. КФУ стала участником программы государственной поддержки ВОЗа в «Приоритет-2030», в рамках которой ныне реализуют уникальные проекты, направленные на развитие ВОЗа. В 2022 году пост ректора возглавил Ленар Сафин. Весомым этапом в модернизации университета также стало сотрудничество Публичного акционерного общества КАМАЗ и Инжиниринговый центр КФУ. Передовая инженерная школа «Киберавтотех» стала новым подразделением Инжинирингового центра Набережной Челнинского института КФУ. Учащиеся вовлекаются в решение реальных производственных задач, а также интегрируют их практические результаты в сегмент высокотехнологичного предпринимательства, например, в разработку прототипов и сборку исследовательских проектов в форме стартапов в соответствии с заказами предприятий. В октябре 2022 года Казанский федеральный университет в лице ректора Ленара Сафина, Минпромторг Республики Татарстан и ПАО КАМАЗ подписали трехстороннее соглашение о партнерстве в создании нового типа инженерной подготовки, осуществления, разработок и исследования в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации. Сегодня Казанский университет является одним из наиболее обширных и эффективных вузов страны. Его институты располагаются в набережных Челнах и Лабуге, а не так давно в большую семью добавился и Джезахский филиал университета в Узбекистане. Казанский университет входит в число лучших вузов страны и остается одним из наиболее эффективных и престижных в России. 18 ноября в КСК КФО Уник состоится торжественный концерт, где зрители смогут насладиться праздничной атмосферой и посмотреть своими глазами на самую яркую программу года. На этом все. В студии была Эльвина Габряхманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»